Привет зритель, ставим лайк и поехали. В день 7 декабря 2018 года Луна находится в фазе новая Луна. Это первый лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака стрелец. Освещенность Луны составляет 0%, восход 8.20, а закат в 16.28. Влияние Луны 7 декабря 2018 года. Луна будет под влиянием знака стрелец. Этот день наилучшим образом подходит для решения даже самых сложных юридических вопросов. Можете смело подавать заявку на создание нового предприятия. Будьте уверены, вас ждет успех, но все же не сразу. Вам также с легкостью удастся решить важные бюрократические вопросы и избежать длинной волокиты с документами. Также для вас станут успешными всевозможные путешествия и командировки. Но конкретно в этот день лучше отказаться от операции с землей и строительством. Если вы творческая личность, то этот день лучше провести в одиночестве. Вам нужно сделать анализ ваших прошлых поступков и главное прийти к верному заключению. Займитесь планами на будущее. Ваши силы находятся на исходе, вы истощены, поэтому не стоит начинать новые дела. Лучше всего привести в порядок текущие. Не рискуйте своим благосостоянием, у вас и так все хорошо. В этот день также астрологи советуют провести разгрузочный день или начать свою диету. Очистка организма вам не помешает. День недели пятница. Так еще и под покровом Венеры. Поскольку Венера покровительница женщин, то в этот день не стоит загружать себя ненужными делами. Также стоит подвести итоги рабочей недели и набросать план работ на следующую. Также этот день благоприятен для перемен во внешности. Стрижка. Луна в очень благоприятной фазе для радикальных стрижек. Если у вас длинные волосы, не бойтесь их потерять. После этой стрижки волосы будут наполнены положительной энергетикой и ваши локоны быстро отрастут. Если вы давно мечтаете с блондинки стать брюнеткой, то в этот день этого делать не стоит. Ваши волосы не готовы к такому преображению. Если уж вы настроены на покраску, то лучше всего будет улучшить ваш цвет волос. Также вас уже заждались в маникюрном салоне. Пора сделать новый маникюр. Но не выбирайте ярких цветов. Лучше всего вам подойдет французский маникюр. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.